Программа развития особой экономической зоны, действующей на территории Магаданской области, расширена. В рамках 43-го внеочередного заседания ЗАГСобрания депутаты Магаданской областной думы приняли блок законов, благодаря которым перечень проектов, на которые можно направлять средства ОЭЗ, дополнен пунктом строительства. Это изменение позволит поддержать особо значимые для области инвестиционные проекты, а также привлечь новых инвесторов. Бюджет внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области пополнился на 300 миллионов рублей. Основная часть денежных средств у нас предусмотрена. Это на инженерную инфраструктуру, это на модернизацию котельных, это на строительство спорткомплекса президентского, на строительство плавательного бассейна. И достаточно большая часть денежных средств у нас предусмотрена в объеме около 200 миллионов рублей. Вот сегодня как раз разговор это шел. Это на изыскательные проектные работы. Наибольшей корректировке подверглась программа развития особоэкономической зоны на 2020 год. Она дополнилась направлениями, по которым предполагается финансирование строительства ряда социальных объектов. Спорткомплекса президентский, детского сада в третьем микрорайоне на 135 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Палатка. Кроме того, расходы на модернизацию прилегающей территории детского технопарка «Кванториум» с корректированным в сумме более 14 миллионов рублей. Сэкономленные средства перераспределены на строительство ангара для хранения техники детско-юношеского оздоровительного центра «Северный Артек». Сейчас депутатский корпус вот именно занял ту позицию, сейчас конструктивная позиция с администрацией области, где средства будут идти по тем направлениям, где люди будут видеть именно улучшение именно социально-экономических вопросов на территории Магаданской области. Кроме того, Магаданская областная дума поддержала проект поправок в трудовой кодекс Российской Федерации, регулирующих дистанционную и удаленную работу. Законопроектом вводятся понятия дистанционной, временной и комбинированной работы.